доброе утро с началом новой рабочей недели понедельник на календаре как вам весна продолжает удивлять если за эти выходные вы не побывали на природе то как говорил один герой мультфильма опоздали на всю весну торопитесь радоваться первому теплу ведь еще неизвестно что принесет нам май хочется напомнить что в городе продолжается акция по очистке и благоустройству некоторые парки и бульвары уже преобразились наши коллеги кинотеатр локомотив рико тв как всегда уходит на уборку ретро парка вот вам фотографии посмотрите мы знаем что для многих актюбинцев ретро парк самое любимое место отдыха старой части города вот и стараемся поддерживать в нем чистоту надеемся вы это понимаете и конечно поддержите нас а вот для каждого предпринимателя его офис также важен и нужен как родной дом если вы задумались о переезде или расширение бизнеса то самое время рассмотреть предложение строительного холдинга case 7 групп в жилом комплексе алия коммерческое помещение можно приобрести по уникальной цене 1 квадратный метр за 50 тысяч тенге всего лишь 50 тысяч тенге друзья последние 10 помещений так что не раздумывая набирайте номер 700 менеджеры отдела продаж расскажут все подробно и покажут на месте для личной встречи приезжайте в офис по адресу улице газизы жубанова 13 или по адресу сын кибай батыра в здании народной канцелярии кей 7 групп мы строим будущее сегодня понедельник мы приветствуем всех на телеканале рико тв мы не случайно заговорили с утра о благоустройстве чистоте и заботе об окружающей среде сегодня день матери земли наверное каждый в последнее время задумывается не мстит ли земля человечеству за наше неразумное поведение что не день то погодные рекорды катастрофы и бедствия может быть пора всем людям объединиться они воевать за свои в общем-то незначительные цели с точки зрения вселенной земля существует четыре с половиной миллиарда лет а мы в общем далее в нашей рубрике календарь напомним о памятных датах связанных с днем сегодняшним 22 апреля каждый год 22 апреля отмечается глобальный праздник международный день матери земли названный так чтобы каждому человеку стала понятна идея общего и единственного дома для всех людей в 2009 году с авторами этой идеи выступили более 50 государств членов оон все участники признали что для достижения справедливого баланса между экономическими социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой земля в северном полушарии день земли отмечается весной а в южном полушарии осенью основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам земли проблемам ее окружающей среды дает возможность узнать о тех трудных задачах которые стоят перед человечеством для сохранения нашей планеты всемирная неделя иммунизации проводится во второй половине апреля по инициативе всемирной организации здравоохранения цель привлечь внимание общественности к иммунизации как одной из главных профилактических мер позволяющих уберечь человечество от инфекционных заболеваний ввоз настоятельно рекомендует семьям обязательно вакцинировать детей против смертоносных болезней иммунизация позволяет ежегодно предотвратить от двух до трех миллионов случаев смерти от дифтерита столбняка коклюша кори свинки и краснухи количество детей которые своевременно получают вакцину возрастает при усилии правительств и медицинской общественности разных стран каждый год прививки от дифтерита столбняка и коклюша делаются более чем 100 миллионам детей например благодаря вакцинации против кори случае смертельного исхода от болезни сократились на 84 процента за период с двухтысячного по 2016 год в то же время от болезни которая могла бы предотвратить иммунизация умерло почти два миллиона детей в возрасте до пяти лет каждый пятый ребенок не охвачен вакцинации в 2013 году примерно 21 миллион восемьсот тысяч детей грудного возраста не получили жизненно необходимых вакцин причинами этого являются в основном неадекватные поставки вакцин отсутствие доступа к службам здравоохранения и недостаточный уровень политической и финансовой поддержки 186 лет назад первый пароход пересек атлантический океан без остановки 22 апреля 1838 года санди хук бухте американского штата нью-джерси бросила якорь английской почтово-пассажирской судно sirius ставшие первым пароходом пересекшим атлантический океан без остановки пароход был построен в 1837 году в шотландии и предназначался для перевозки грузов и пассажиров через пролив ла-манш свое легендарное плавание он вышел из ирландского города куинстаун 4 апреля под командование бывшего офицера королевского морского флота ричарда робертса на борту находилось 32 человека команды и 40 пассажиров по другим данным 98 пассажиры размещались в трех классах запаса угля в 450 тонн для рейса не хватило пришлось сжечь запасные снасти спилить и пустить в котлы мачты планшери деревянный настил мостиков поручни и даже мебель плавание заняло 18 суток и 10 часов сегодня ровно 300 лет со дня рождения эммануила канта родоначальника немецкой классической философии он родился и всю жизнь прожил в кёнигсберге ныне это город калининград закончил гимназию и университет работал в библиотеке преподавал и вместе с этим писал философские труды в 1770 году кант получил должность профессора логики и метафизики в родном университете он работал над решением четырех задач метафизики морали религии и антропологии самые известные труды канта это критика чистого разума критика практического разума и критика способности суждения этика в биографии канта рассматривалась двух позиций человека как явление и как вещи в себе в эстетике великого философа выделяются идеи прекрасного и возвышенного еще при жизни кант был признан одним из самых глубоких мировых философов старшее поколение помнит что 22 апреля это день рождения владимир ильича ленина 154 года назад родился самый известный деятель 20 века революционер публицист основоположник марксизма ленинизма советский политический и государственный деятель создатель российской социал-демократической рабочей партии большевиков один из организаторов и руководителя октябрьской революции 1917 года создатель первого в мировой истории социалистического государства ссср и третьего коммунистического интернационала все это он владимир ленин хотя мнение историков о его деятельности весьма неоднозначны одно несомненно его роль в истории огромна в 1917 году на съезде советов ленин возглавил новое правительство совет народных комиссаров он руководил заседаниями совещаниями после октябрьской революции 1917 года заключил мирный договор с германией признал независимость финляндии основал красную армию третий коммунистический интернационал политику военного коммунизма ленин изменил на новую экономическую политику неп направленную на рост народного хозяйства он стоял у истоков создания социалистического государства ссср в 1923 году состояние здоровья владимира ленина резко ухудшилось и он скончался 21 января 1924 года тело ленина до сих пор находится в мавзолее в москве на красной площади наш генеральный партнер торговая сеть анвар это новое утро сегодня понедельник доброго дня наши дорогие зрители на дачу на пикник или просто дома на ужин можно заказать вкусные горячие блюда которые оценят ваши близкие друзья и коллеги позвоните в службу доставки рэйбит в меню мясные блюда из говядины баранины конины люля кебаб и шашлык пицца и паста с вечной курицей и также грибами салаты и другие закуски и картошечка фри изучить меню можно на странице рэйбит . доставка в инстаграме а заказ сделать по следующим номерам в одиннадцатом микрорайоне по номеру 8 708 471 03 00 и 8 708 471 03 03 в районе бат с 2 часы работы с 11 утра до 23 30 адрес 11 микрорайон улица азнаурыц 17 приятного аппетита вместе с доставкой рэйбит чистота и порядок всегда в цене а создать их в наше время стало куда проще ведь выбор бытовой химии просто неиссякаемый и главное в любом супермаркете анвар можно найти все что нужно для дома офиса или любого помещения лучшие цены в анваре еще сегодня на чистящий гель крас сила цитрусов скидка 40 процентов и стоит он 699 тенге гель для мытья посуды йокосан в литровой упаковке со скидкой 35 процентов стоит 1499 тенге мыло жидко аромика также можно купить со скидкой 35 процентов торговой сети анвар цены действуют гипермаркетах и супермаркетах в районе алты норда до 23 апреля поторопитесь торговая сеть анвар не только хорошие цены но еще и розыгрыши весна время чистоты не знаете с чего начать анвар зовет всех на неделю чистоты сотни товаров для чистого дома по супер ценам гель для мытья посуды йокосан один литр со скидкой 35 процентов всего по 1499 тенге чистота в каждом доме вместе с анвар подробнее на сайте анвар .кз утро доброе наши дорогие зрители весна пока кажется успокоилась дает нам передышку но многим людям не до отдыха и радости что делать если вы пострадали от паводков а если пострадал бизнес испортились товары затопило склад расчеты налоги финансовые вопросы с партнерами на помощь готовы прийти специалисты компании профсервис с командой бухгалтеров от профсер .кз будет надежно качественно и главное конфиденциально что немаловажно опыт более 15 лет с предприятиями по всему казахстану профсервис эта команда профессионалов по цене одного бухгалтера звоните по номеру и конечно проконсультируйтесь восемь семьсот семьдесят один восемьсот пятьдесят восемь девяносто девять двадцать три новый адрес микрорайон алты норда 9b а вот неделя обещает быть насыщенной событиями хотелось бы чтобы хорошими но а кому на что обратить внимание подскажут астрологи они уже рассчитали все по расположению звезд далее в нашем эфире астрологический прогноз овен на следующей неделе резкое изменение настроения будет преследовать многих овнов обычный прагматизм восторжествует высокое чувство долга может помешать вашей сексуальностью но вы привыкли получать результаты на этой неделе можно наладить личную жизнь и перевести некоторые деловые отношения в романтические телец настало прекрасное время для построения гармоничных длительных отношений женщины будут чувствовать себя особенно желанными и прекрасными мужчинам стоит контролировать свои мысли избегать неприятностей который может подбросить внешний мир не стоит мечтать только о деньгах ведь на них не купишь счастья и радости больше внимания уделяйте близким вам людям окружайте их вниманием и лаской близнецы атмосфера сейчас располагает к творческой деятельности креативности используйте свое воображение склонность к ораторству отличное время для прекрасной половины человечества внутренний магнетизм и обаяние будут проявляться особенно ярко хорошее время для общения с друзьями старайтесь больше бывать на воздухе рак встречи проводимые на разных уровнях будут носить кармический характер и помогут избежать возможных конфликтов и недоразумений в течение следующего месяца вы должны максимизировать свои навыки и привлечь влиятельных людей в свои планы если работу вы предпочтете поездки она кажется авантюрной и полной приключений наслаждайтесь и получайте новые впечатления лев неповторимый внутренний мир львов может запросить нестандартного общества или новых впечатлений но будьте осторожны берегитесь авантюр и слишком активного поиска приключений это может плохо обернуться в будущем постарайтесь не проявлять сейчас агрессию проявите характерные для вас понимание щедрость внутреннее благородство и душевную теплоту проведите время в доме или в компании близких друзей девы креативные и нестандартные замыслы принесут большую прибыль и успех в делах на основе ваших прежних заслуг можно построить крепкий фундамент нового проекта планируя реализацию замысла обратите внимание на тех кого считаете союзниками окружите себя серьезными порядочными и преданными людьми они помогут вам избежать ошибок и быстро приведут к успешному завершению дела весы наступает очень гармоничный период теперь вы будете в центре внимания вас ждет воплощение самых желанных и амбициозных планов хорошее время для установления и укрепления деловых связей можно ожидать выгодных предложений и проявлений доверия к коллегам финансового успеха вы добьетесь именно благодаря своему окружению проявите внимание и к любимым в семье будет взаимопонимание скорпион время благоприятно для новых знакомств и встреч вас скорее всего пригласят на мероприятие где вы сможете проявить себя в полной мере уделите внимание физическим упражнениям общению творческим занятиям активному отдыху и веселью выходные возможны волнения связанные с родственниками или детьми есть возможность непредвиденных расходов стрельцы на этой неделе постарайтесь не злиться даже если ваши близкие слишком много у вас просят бурные эмоции могут помешать вам принять правильное решение даже если неделя будет тяжелой и вы захотите расслабиться не нужно это делать с алкоголем дайте выход своей энергии и иначе она разрушит вас поработайте на даче или посетите спортзал козерог ваша склонность к самокопанию может привести к депрессии и чрезмерному погружению в собственные мысли что станет поводом для конфликтов с близкими отношения могут окончательно вас разочаровать возможно пора завершить их ведь если вы несчастливы то партнер тоже испытывает дискомфорт дайте друг другу право на собственное счастье период благоприятен для труда и физической активности водолей у вас наступил период семейного гнездования займитесь обустройством жилья вместе с членами семьи устроите уборку наведите уют создайте хорошую атмосферу окружающее пространство влияет на нас больше чем мы считаем и хотя дальше вас могут ожидать заботы сейчас наслаждайтесь теплом домашнего очага рыбы наступил отличный период для духовного развития нравственные стремления обретут форму и позволят вам выйти на новый этап развития не останавливайтесь возможно это один из самых важных периодов вашей жизни склонность к эффектным поступком нестандартность сочетание с деловой эффективностью могут привести глубоким противоречием и вызвать неоднозначную реакцию окружающих всем хорошего и плодотворного понедельника с начала новой рабочей недели это новое утро мы продолжаем кого из предпринимателей не спросишь все этой весной пострадали кажется единственные кого беда миновала это блогеры у многих людей до сих пор много предубеждений они уверены что блогеры делают денег и из воздуха и в огромном количестве так ли это спросим у нашей гости в интернете она называет себя таша блогер из крыма мотиватор таша доброе утро доброе как настрой отлично вы сегодня впервые на телевидении но вообще креативный человек видно сразу ну наверное это образ но вообще первая татуировка мне появилась шестнадцатом году я сделала скорпиона потому что я скорпион мне просто вот прям захотелось не потому что я у всех увидела ну просто внутрь мне что-то подсказала что я его хочу скорпиона потом пошло один за одним и и все а вы считаете себя блогером да в данный момент да а вот блогер эта профессия либо увлечения ну вообще это профессия для меня сейчас вы зарабатывать я живу этим блогом вот раньше он был увлечением много обсуждений что блогеры должны платить налоги как вы считаете должны я плачу официально да почему я считаю эту у меня знакомая всегда говорит почему ты платишь зачем ну как во первых дороги да вот но мы ездим по дорогам полиция вот так же она мне говорит зачем ты платишь ты колючишь машину свою да зачем она тебе нужно но я считаю все равно нужно если бы я не платила налоги ну или вы да допустим не платили то получается бардак губы в городе но мы так есть без обиды без обид да но я считаю что должны платить налоги как вы пришли к блогерской деятельности для меня вот это было в шестнадцатом году сначала это было как увлечение то есть я увлекалась снимала специально купила мотоцикл чтобы привлечь публику и ну там делала всякие трюки и смотрю публика на меня смотрит им нравится это уже в октябре было или октябре им понравилось они там пишут давай там классно лайки я подумала вау надо что-то сделать наверное я сделаю ну как я еще не была блогером это был чисто личный блог и потом я поняла что однажды мне рекламу заказали то есть просто в личном блоге а что за реклама была еду привезли как они назывались хомяки по моему не помню уже и я подумала вау спрос есть буду этим зарабатывать и стала блогером как вы сами вот мотивировали себя на то что нужно делать ну вообще тогда и вообще сейчас в данный момент меня мотивируют люди тогда они смотрят меня там что-то говорят поэтому критики есть или хейтеры есть очень много что пишут плохое вы огорчаетесь на раньше да и у меня был случай когда у меня был первый аккаунт 20 тысяч подписчиков я его удалила то есть я утром его жалко было было я очень жалела но потом вечером я его создала новый скажи пожалуйста сколько лет надо работать чтобы набрать полмиллиона подписка это как бы такой вопрос можно год можно два можно три можно четыре и кстати самое главное я не накручиваю подписчики вот это важно не накручивая не лайки не просмотр потому что все вот смотрят блин да накрутила говорят же когда много это моя работа я это сама смогла то есть я не накручиваю как бы не не подписчиков я и всех учу как бы должно быть все естественно скажи есть вот уникальное предложение как в торговле но вообще должно быть да и как его найти ну вот например я купил мотоцикл для этого чтобы как и за счет мотоцикла ты показала людям что есть драйв есть кайф от жизни и чтобы это было так сказать правильно не так вот допустим что ты просто ездишь да на мотоцикле гоняешь мало же девушек ездят допустим чтобы она была как редкость какая-то из-за этого ты можешь привлечь а мотоцикл где сейчас и на машине теперь можно ли успеть все одному либо обязательно нужно возле себя иметь команду которая не снимает монтирует ну команду конечно нужно иметь ну я одна я в принципе успеваю а вот скажи повлияло ли блогерство на твою личную жизнь на твой характер очень сильно каким образом я стала мне наверное стержень такой появился я стала увереннее что ли вот наверное только так ну то есть я стала сильная вот это укрепляет да очень сильно ну вот смотри есть многие люди которые ведут до свой блог там в основном реклама но про себя не буду говорить и они себя считают но я допустим себя блогером не считаю это просто моя визитная карточка которая какие-то деньги приносит и за которые я тоже плачу налоги за рекламные вещи ну это да вот как ты считаешь что именно вот по поводу тех людей которые себя как мы блогер а вот это моя больная тема либо смотрят только дети знаете моя больная тема потому что вот девушка например так все смотрю она делает рекламу но это обычно на меня смотрит но они я их давно знаю все я буду блогером пишет я блогер то есть она ничего не вкладывает да я просто блогер что ты делаешь не реклама там не контент просто блогер некоторые готовы показывать каждый момент своей жизни кто-то например избегает все кроме семьи мужа и детей вы как к этому относитесь нормально то есть вы показываете да а что вы показываете уже показывал он сначала был против но сейчас он привык просто животных практически всех маму папу когда приезжают у вас есть очень уникальное такое хобби может быть даже не хобби вы исправьте если я неправильно выразился вы собираетесь кукол необычных но это хобби это коллекция что это за куклы это куклы реборны это ручная работа я их обожаю как вспоминаем просто класс я просто их собираю для чего я снимаю еще контент на ютюбе то есть сейчас это модно тренд просто прогулки такое вот молодежь видит социальных сетях возможность легкого заработка но легкий ли он на самом деле на самом деле тяжелый не легкий со стороны кажется блин чё на там рекламу сделала заработала но это же как бы тоже труд ну я считаю это у меня все тяжело ну в плане не то что там все очень плохо а имеется ввиду что я работаю 24 на 7 а например человек в банке работает с 9 до 6 сейчас действительно много социальных сетей и это телеграм и инстаграм не реклама не пропаганда очень большое количество блогеров вот о чем мы с тобой сегодня говорим но насколько это долго будет продолжаться вот твое мнение на скидку честно тяжело ответить кто-то говорил что скоро инстаграм умрет и все смотреть контакт телеграм и так далее ну есть дат такая вероятность конечно по твоим наблюдениям самая популярная социальная сеть на данный момент как а инстаграм то есть через инстаграм можно донести да вот инстаграм ну youtube это там совсем это специализированный канал ну как мне кажется там немножко другое если больше узнать о тебе кто-то по профессии чем-то занималась ранее до блоге я вообще детский психолог но я как бы выбрала другую профессию и занимаетесь сейчас непосредственно блогерство не было идею именно вести блог по детской психологии раньше было но когда у меня не было инстаграма я занималась детьми то есть у меня вот такие вот дети бывают аутизм и же и у меня получается то есть найти контакт и помочь то есть я это делаю даже вот не ради денег мне это нравится ну просто помочь сколько времени уходит на создание хорошего контента у тебя много например а час-два полдня ну день так точно можно сутки коверяться о чем твой контент ну вообще как лайфстайл больше наверно давай ставим и внешность твоя помогает в этом ну наверное не говорили что вот девушка которая имеет там детей до семью вся в татуировках говорили и как ты восприняла это раньше обижалась то есть а сейчас нет сейчас все нормально само выражение да просто спокойно сейчас тоже очень актуально помимо блогеров блогеры коучи даку очень много но их опыт не для всех надо ли учиться и у кого вообще надо учиться вот я приведу даже пример и знакомая допустим да она выучилась на фотограф вот она выучилась допустим там не знаю 10 дней а получил сертификат всем показала и потом прошла ну допустим пошла одну съемку сделала и все я учить я бы не рекомендовала этих таких правильно то есть она никакого опыта никакие плюсы этой профессии минусы я не знаю модные словечки коуч также и блогеры кстати блогеров тоже таких много но то есть сейчас каждый второй по моему блогер ну как это дань моды или честно я не понимаю честно вот я до сих пор не могу в этом разобраться почему они это делают а вот скажите каким должен быть блогер и кто это ну не просто человек который два слова связать не может поснимал ну вообще блогер должен быть успешным вот самое главное потом что но мне кажется он даже внутри вот как душа к этому должна лежать не потому что вот я блогер все сделала там то то должно как бы душа лежать к этому все а вот сейчас очень много курсов открывают по блогингу как ты считаешь насколько они эффективны и нужны ли они вообще либо самому можно вот почему сейчас пошла грань то есть раньше мы учились да в институте на факультете журналистики где нас обучали определенным правилам да определенным правилам что есть определенные требования когда что-то публикуем когда мы выдаем в эфир на радио там печатной прессе которая тоже отошла на второй план да к сожалению а вот сейчас очень много курсов и к сожалению люди которые это все делают у них нет образования ну да так и вот ваше отношение к этому стоит ли учиться блогерству вообще стоит почему бы нет но мне кажется тяжело найти учителя а что для этого нужно помимо учителя вообще мне кажется просто я не знаю даже как ответить контакт какой-то ну я не знаю всегда ли взаимодействие с людьми либо только самолюбование но у меня именно взаимодействие с людьми самолюбования у меня нет большей части с кем контактируешь ну вот понятно мотоцикл с какими людьми это медики и люди искусства это поле у меня разные 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 люди на с кем интереснее с детьми с детьми да не знаю мне нравится здесь мне работать а что вы можете рассказать детям ну я могу просто помочь им рассказать там о своей ну как я например стала блогером просто плюс не только про блогерство просто помочь по психологии ну мне это нравится я могу контакт найти ведь современные подростки они с ними тоже можно но все равно они тоже слушаются даже если они такие продвинутые когда начинаешь с ними общаться они сразу как понимаете ну вот смотрите много сейчас детей подростков проводят опять же в социальных сетях где есть контент который неприемлемый для этого поколения а что делать как огородить никак это будет всегда ну как огородить интернет телефон то есть я считаю никогда же родители не справиться давайте вы расскажете сегодня также о своей семье хотелось бы узнать как вы вообще попали в казахстан когда-то давно просто мужу предложили здесь работу и мы сюда переехали я очень долго не хотела ехать в казахстан потому что все пугали говорили здесь одни юрты юрты и просто нет домов я думала здесь нет домов я когда прилетела и помню еще корпоратив был мужа и я с самолета прилетела такая офигеть здесь есть дома небольшой шок поэтому я еще такая нифига себе дома машины ну меня просто так вот про казахстан рассказали очень плохо что я ну сама в это поверила что здесь действительно ничего нет оказывается есть и дальше чем начали заниматься что делать в казахстане ну работали поменялся мгновенно да ну как работали муж работал я больше с детьми занималась потом но потом у меня только дети 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 и вот блогер они пришли что посоветуете тем кто хочет заниматься блогином скоро лето и понятно что многие студенты уже будут освобождены от учебы и они будут заниматься блогинг блогер сейчас занимается неважно кто то да ну вы не заметили что очень много сейчас вот все почему-то хотят быть блогером я заметил но я сам знаю через что это нужно пройти сколько это времени сил и времени сил да очень много уходит я например я не высыпаюсь я не сплю потому что я работаю 24 на 7 все время думаю что делать ну как бы чтобы более успешной стать какой контент да самое важное да потому что если одинаковое снимаешь они смотрят потом второй третий день одинаковая уже как-то актив снижается потому что мне интересно все время нужно что-то новое пожелай так ну что я хочу пожелать первое это быть сильно уверенным ну как потом хотеть этого это самое главное если вы захотите просто быть блогерман вот я хочу блогером потому что за вот например один мальчик сказал я хочу быть блогером чтобы стать популярным я у него спрашивает почему ты просто хочешь быть популярными и все он Pilka ну да все я хочу быть популярным но я хочу fas ю в будущем блоггеры просто помогали другим людям вот я желаю тоже чтобы так случилось потому что многим сейчас нужна помощь в плане блогерства когда они станут успешными чтобы они просто их обучали. Я благодарю за то, что этим утром ты пришла к нам в студию, рассказала. Я думаю, что это наша не первая встреча. Ну, я так нервничаю. Ничего страшного. Но одно дело, когда вокруг много камер, да, и такая атмосфера. Другое дело, когда одна камера направлена на тебя. Это меня пугает. Я думаю, что у нас очень хорошее интервью получилось. Смотрите на Ютьюбе, друзья, интервью, которое сегодня было в рамках проекта «Новое утро». Очаровательная Таша, блогер из Крыма, мотиватор. Молодец. Удачи, успехов тебе. Пусть реализуются все мечты, которые ты задумала. И идеи в том числе. Ну, и, конечно же, здоровья твоим близким. Еще раз в благодарность от нашей команды за то, что этим утром ты была вместе с нами. А далее наш эфир мы продолжим и будем говорить на очень серьезную тему. Это прививки, друзья, потому что продолжается неделя иммунизации. Гость, который появится в нашей студии, знает об этом много. Так что не переключайтесь. Всем доброго понедельника. Мы продолжаем новое утро. Всемирная неделя иммунизации проходит в эти дни. А вот отношение к прививкам сейчас, мягко говоря, неоднозначное. Медики настаивают, что прививки необходимы и без них есть угроза жизни детей. А родители сомневаются, иногда даже борются против прививок. Продолжим тему с кандидатом медицинских наук, известным в октябре семейным доктором Татьяной Петровной Острецовой. Доброе утро, Татьяна Петровна. Настроение как? Отлично. Глобальную тему сегодня с вами будем обсуждать, что мне очень нравится, когда беседуешь с вами. Было время, когда прививки делали всем. И никаких на самом деле проблем не было. А сейчас надо людей убеждать, заставлять, приучать. Почему? Дело в том, что когда прививки делали всем, те заболевания, от которых делали прививки, они были реально. И люди знали, что болеют, умирают от различных тяжелых заболеваний. Видели последствия, допустим, полиомиелита. Прошло время, и благодаря тому, что прививки уже были как бы, ну, обязательной частью нашей жизни, некоторых этих заболеваний мы не видим. Потому что они или вообще не встречаются, ну, допустим, как черная оспа, да, уже много лет не встречается. Или встречаются, но эпизодически, то есть какие-то спорадические случаи, когда не... на этом особо не фиксируется внимание. Иногда, может быть, даже и не ставится диагноз такой. Но вот ситуация с корью показала, что если уже начиная с 18-го года рост кори в странах Европы отмечался, да, и тогда нужно уже бить в колокола о том, что это придет к нам, то мы видим, что вот у нас, Казахстан, вышел на первое место по заболеваемости кори. Причем корь – это очень тяжелая инфекция. Может быть, она не так тяжела в проявлениях, хотя и случаи смерти могут быть, и тяжелейшие осложнения, которые идут с поражением мозга головного, миокардиты тяжелые после кори могут быть. Но самое главное, что эта инфекция, она как бы блокирует те иммунные возможности, которые у человека были вот по отношению к другим прививкам, даже если он был привит. А если он уже не был привит, то тут вообще говорить не о чем. Вот. Мы сейчас, сейчас немножко на спад пошла заболеваемость, но это, в общем-то, закономерность инфекции, вообще любых инфекций так. Вот. Но достаточно сказать о том, что полиамилит, вообще забыли, да, что такое. Между тем, первые упоминания о полиамилите имеются в 1500 году до нашей эры. На фреске изображен больной с полиамилитом. Затем были случаи, вот я даже себе, так сказать, историю записала, потому что это очень интересно, когда в 1789 году врач Майкл Андервуд описал первое описание полиамилита. Затем уже в 1840 году, почти через полвека, ортопед Яков Гейне описал 200 случаев детского спинального паралича. Но до этого времени не считалось, что это инфекционное заболевание, потому что больших вспышек не было, это тоже были какие-то спорадические случаи. Затем, когда значит уже в 1908 году два ученых, один румынский, один австрийский, они доказали вирусную природу полиамилита. И вот тут начинается самое интересное, что первые вспышки начались в конце 19-го и 20-го века. Например, в 1916 году была эпидемия в Бруклине, которая в результате которой были поражены 27 тысяч, 6 тысяч из них умерло в это время и тысячи были парализованы. Затем, через какое-то время, опять, еще тогда прививок не было, в общем-то, только об этом, только начинали говорить о том, что что-то необходимо. Вот в Нью-Йорке 1921 год погибли 2000, инвалидами стали 7 тысяч человек. И, кстати, будущий президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт сам болел полиэмилитом. И вот благодаря во многом ему был организован фонд, глобальный фонд, на который были выделены что-то 323 миллиона долларов, и начались работы по разработке вакцин. И два ученых параллельно с Эбин и Солко работали, одни получали живую вакцину, другую как бы убитую. Ну и в общем-то к концу вот уже в 54-м году уже было вакцинировано миллион 800 американских детей. Ну я могу сказать из личного детского опыта, учитывая, что моя мама была главным педиатром области, в той области, где мы раньше жили, я помню, какие были тяжелые дети, у которых был паралич дыхательных мышц, от чего эти больные в острой фазе и умирают. Ну к счастью, тот случай, о котором я помню, его отвезли в Москву и значит ребенок спасли. А с последствиями людей мы очень много видели, да, с такой походкой, с палочками, это люди, которые перенесли полиэмилит. И когда в России, в Советском Союзе в то время появилась уже после, где-то после 60-х годов появилась эта вакцина, то в общем-то появилась причем вакцина, которая была неинъекционная, которую давали в рот. И полиэмилит пошел на спад. Мы сейчас, есть такая диаграмма, которая показывает, что в Казахстане за много лет не было случаев полиэмилита, но и слава богу. И радует это. И это радует, да, это радует. Ну а мы же видим, что история показывает, что могут быть вот эти вот вспышки, да, и неизвестно, что завтра будет, если у нас будут непривитые люди. Татьяна Петровна, вот корь, коклюш, какие еще болезни опять угрожают в 21 веке? Ну, коклюш придет сразу за, он уже появился. Коклюш, правильно говорится, да, я неправильно, прошу прощения. Коклюш. Он придет, и он уже, случай есть уже, за корью, потом, скорее всего, придет дифтерия, причем вспышка будет значительно тяжелее, чем была в 90-х годах. Вы, наверное, не помните, а мы хорошо помним, была вспышка среди солдат вспышкой, с смертельными исходами в западных регионах наших. Вот. Дифтерия, почему будет сильнее? Потому что сейчас для лечения дифтерии необходима антидифтерийная сыворотка, которой, ну, сейчас ее просто нет, потому что случаев дифтерии нет, а вакцина есть. Вот. Ну, и потом, наверное, полиомиелит, так вот должны развиваться события. Поэтому считается, что такие два наиболее важных достижения вообще это вакцинация и изобретение антибиотиков. А вот каковы особенности современных вакцин? Ну, во-первых, если мы возьмем, например, историю создания противотверкулезной вакцины, да, ВЦЖ вакцины, ее создавали, тоже два ученых, они создавали ее в течение 30 лет и испытывали до тех пор, пока она, значит, уже не стала опасной для человека. Сейчас это создается очень быстро, потому что совершенно другие технологии, и никто уже не выращивает там на каких-то средах и там не пересаживает, то есть есть специальные такие технологии. Более того, сейчас все вакцины очищенные, то есть они не имеют вот таких компонентов, которых там часто опасаются. И даже то содержание минимальной ртути, которое там может быть на многих исследованиях, доказано, что оно не превышает то есть нормы. Обычно, обычно, да. Раз Всемирная организация здравоохранения объявила неделю иммунизации во всем мире, значит, проблемы с отказом от вакцинации есть везде? Ну, конечно, 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 есть везде проблемы. Вот, но все-таки, наверное, у нас она какой-то глобальный такой характер имеет. И тут, я думаю, что с одной стороны виноваты родители, которые читают, что попало. Мы, например, говорим только о тех моментах, которые доказаны, исследованы. То есть, когда говорят, что аутизм связан с вакцинацией, мы знаем, откуда, как говорится, ноги растут. То есть... А это действительно так, простите, перебью? это абсолютно не так. Это один недобросовестный доктор в Великобритании на восьми случаях вот сделал такие выводы. После этого были проведены исследования, в которых участвовали миллионы, миллионы детей по всему свету. Это не доказано никакой связи, минимальной даже нет. Кстати, там и артути в этих же исследованиях. Но этот врач лишен лицензии на врачебную деятельность в Великобритании за недобросовестные отношения. Вот если бы нас еще тоже лишали за недобросовестные отношения. Вот. То есть никакой связи аутизма. Ну и сейчас вообще я считаю, что немножко слишком много говорят об аутизме. Там есть моменты другие. Эту тему мы отдельно обсудим, я думаю, с вами. Это тоже очень важная тема. И уж тем более никакой связи с детским церебряным параличом и с другими заболеваниями близко нет. Поэтому даже говорить об этом. Иногда родители просто, у меня был такой опыт, когда спекулируют, говорят, хотят собрать деньги, что вот ребенок пострадал от прививки. Даже такие есть вещи. Да, я сталкивалась с этим. Когда начинаешь изучать историю, вот я как человек дотошный я начинаю узнавать, оказывается, ребенок инвалид с детства, он родился с такой патологией, получает пособие по инвалидности. Но им выгодно связать это с прививкой. Вроде как жалостливые люди будут, так сказать, реагировать на это. Анна Татьяна Петровна, все мы делали прививки от ковида. А вот проводились ли какие-то исследования? Большие исследования, очень большие. Помогли ли эти прививки? Да, конечно. Во-первых, люди привитые проводились большие, серьезные исследования. Мы у себя, вот на нашей кафедре, мы провели, ну, сказать, что это большое и такое слишком научно, но мы провели у себя по городу и в одном из районов. И четко, что больше больных было непривитых, и те, которые привитые, они болели легче. Ну, и потом вы видите, что прививки начали делать, и ковид, в общем-то, сейчас начал уходить, сейчас так много. Ковид, сейчас будет прививки проводиться только по эпид-показаниям. Есть плановые прививки по приказу, вот я даже выписала от 22-го, 24-го года постановление нашего правительства в этом постановлении утверждается перечень обязательных прививок и прививок по эпид-показаниям. Есть календарь прививок, который нужно строго соблюдать, потому что он рассчитан так, это не просто кому-то в голову взбрело, что кого-то с рождения прививать, кого-то, значит, там, я не знаю, через... Это связано с тем, как формируется иммунитет, и чтобы, так сказать, один иммунитет не мешал другому. Против инфекционных заболеваний есть только специфический иммунитет. И вот эти глупые разговоры о том, что мы бегаем, прыгаем, едим, там, я не знаю, витамины какие-то непонятные, тем более БАДы, о которых тоже нужно говорить. Я об эту тему с вами обсудила, особенно тех сетевиков, которые ежедневно мне пишут. Обязательно говорить, обязательно, потому что это просто, ну, вот это опасно очень, то, что происходит. Вот. Есть только специфический иммунитет против каждой инфекции. И вот сейчас, например, у нас нет тяжелых форм туберкулеза. Мы не видим тяжелых. Туберкулез есть, да, но мы, страна еще не очень благополучная. Но у нас нет костного туберкулеза, санаторий, закрыли, чайка. У нас нет, практически нет менингита туберкулезного благодаря прививкам. Прививки против туберкулеза, они не полностью предохраняют от заражения, но они на 98% предохраняют от развития осложнений, что тоже очень важно. И вот поэтому, знаете, говорят, что мы думали, что люди у нас такие неграмотные от недостатка информации. Сейчас выяснилось, что они неграмотные от избытка информации, потому что они читают все, что попало. и отсутствие критического мышления у большинства, к сожалению, которые в школе, наверное, не учились, потому что некоторые вещи, ну, просто дикие, они приводят к тому, что извращаются вещи, ну, по которым даже спорить не стоит, потому что они, ну, так же, как дважды 24. То есть, вот. Но я думаю, что еще недостаточно все-таки и медицинские работники в этом плане работают. Ну, и потом еще, к сожалению, я хочу сказать, что мои коллеги уважаемые тоже иногда дают методводы без достаточных на то показаний. И, к сожалению, это тоже способствует уменьшению иммунной прослойки. А уменьшение иммунной прослойки, она должна быть не менее 80%, это путь к развитию не только вспышек, но и эпидемии. Татьяна Петровна, а вот могут ли дети, за которых решили родители, не делать все-таки прививки в возрасте? Ну, во-первых, они могут... Во взрослом возрасте. Да, во-первых, да, кстати, может быть вопрос сказать, что тем, кому не вовремя были сделаны прививки, даже в детском, могут, но они уже прививаются не по календарю общепринятому, а по индивидуальному календарю, и с ними уже должен работать иммунолог, который должен расписать им уже план прививок. Ну, и взрослые у нас прививаются от ряда заболеваний, до сих пор прививаются, особенно которые работают, там есть определенные категории, но вот кому интересно, может, постановление, оно в открытом доступе, там все написано, значит, кто, что, как должен прививаться. Вот так что сейчас вот вводится обязательная прививка для девочек от, ну, как бы, от папилломы половых органов, да, это как бы будет профилактика рака. А с какого возраста? С 11 лет. С 11 лет. А стоит ли ограничивать непривитых, например, в садике не принимать, в школы? Или же нет? Знаете, это вопрос сложный, но по идее, если вот такая ситуация, эпидситуация, то она уже приравнивается, ну, я бы сказала, к чрезвычайному положению. И, наверное, стоит, потому что, ну, в школу я не знаю как, но все-таки родители должны понимать, что их непривитой ребенок заболев может нанести вред тем, которые действительно не могли прививаться, которые действительно, есть же какая-то категория детей, которым действительно нельзя прививки. Вот, ну, я не думаю, что надо их там штрафовать или сажать в тюрьму, но какие-то меры все-таки должны. Но, вы знаете, вот, по моему характеру, запреты ничего не дают. Больше нужно разъяснять, пояснять, чтобы люди не боялись, а дошли до того, понимания, что это необходимо. Сегодня, в понедельник, в нашей студии была Татьяна Петровна, Петрова, Астрец... Директор Октябрьского филиала Ассоциации семейных ключей Казахстана. Татьяна Петровна, спасибо большое вам за беседу. Пожалуйста. Я думаю, многие задумываются о том, что вы сегодня сказали и о чем мы с вами говорили. В нашей студии была Татьяна Петровна Острецова и вам желаю хорошей плодотворной недели. Спасибо большое. Весна. Время чистоты. Не знаете, с чего начать? Анвар зовет всех на неделю чистоты. Сотни товаров для чистого дома по суперценам. Блоки Бревсила Актив, свежесть лаванды, 50 граммов, со скидкой 35 процентов, всего по 650 тенге. Блоки Бревсила Актив в 3 на 50 граммов со скидкой 35 процентов, всего за 1756 тенге. Чистота в каждом доме вместе с Анвар. Подробнее на сайте анвар.кз. Дорогие друзья, вот и понедельник наступил. Я от всей души вместе с нашей дружной командой проекта «Новое утро» желаю вам хорошей, плодотворной рабочей недели. Крепкого здоровья и напомним, что самые вкусные цены в торговой сети Анвар проконсультироваться насчет бухгалтерии и вы всегда можете в компании профсервис. Выбрать недвижимость и квартиру своей мечты в компании K7 Group. Крепкого здоровья вам и вашим близким. Увидимся в среду на телеканале Рико ТВ во вторник завтра. Не проспите, ведь вас ждет проект Жанатан от наших коллег. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова